И снова здравствуйте, гости дорогие! Рад вас приветствовать на канале Абориген 65 ведущий тот же, что и всегда Мечеряков Виктор Викторович Сегодня у нас очередная передача по японскому инструменту и поговорим мы во второй раз, так скажем, продолжение по японскому измерительному инструменту это будет сумицубо, кебики различные разместящие этажи то, что у нас находится вон там, с той стороны в уголочке получается, слева от меня расположенным Итак, начнем с самого такого главного инструмента символа японского столяра сумицубо Итак, гости дорогие, сумицубо символ японского мастера так скажем представитель его на объекте при необходимости известен этот приборчик на территории Японии и вообще в мире более двух тысяч лет пришел он, разумеется, из Китая как и практически все, что пришло в Японию разметка с помощью суми обозначает чернила иногда переводят как тушь но в данном случае это не совсем тушь потому что для наполнения используется вот здесь находится шелковая ниточка где-то примерно 8 метров длины которая заканчивается вот такой шпилькой которая называется каруто пардон, каруко обычно она в очень фантазийной форме само цумицубо данное выглядит очень так достойно но есть попроще есть посложнее некоторые настолько увлекаются что там изготавливают варианты которыми работать-то страшно вот для примера вот эта вот книжечка вот такая толстая ровно половина этой книжки посвящена сумицубо и вот я вам как для примера покажу некоторые варианты сумицубо которые здесь присутствуют это такие еще очень и очень простенькие без особой фантазии так традиционно тигры-драконы по мелочи так скажем и так как работает сумицубо здесь как я сказал шелковая ниточка сюда кладется хлопчатобумажные нитки типа пакли но у меня тут нет под руками я решил положить салфеточки сверху заливается обычно говорят тушь на самом деле не тушь для внутренних поверхностей потому что тушь вы знаете она пачкается и расползается для внутренних поверхностей в смысле для внутренних работ типа столярных используется киноварь для наружных традиционно опять же говорю используется вываренный такой клей из шкуры кролика с добавлением пигментов который не расползается от воды когда работают наружу в общем очень удобный вариант как происходит работа нам нужно разметить что-либо ну например вот на этом предмете у нас есть середина мы отмечаем с одной стороны втыкаем иголочку тушь как правило или чернила которые здесь залиты они во время отдыха между работой они высыхают поэтому сюда наливается немножко воды сматывается шнур потом пальцем но обычно с помощью сумисачи вот этой бамбуковой палочкой протаскивается равномерно смачивая шнурок протаскивается суми цубо здесь как правило зажимается пальцем либо либо там подтягивается под низ потом берется аккуратненько здесь и отбивается линия точно так же как отбивается меловая линия у нас в европейской столярке кстати подобные варианты отбивки тушью применялись и в Европе например в Англии достаточно долгое время и в средневековье и в более поздние времена суми цубо работает в паре сумисачи сумисачи это вот такая бамбуковая кусочек бамбука с расщепленной с одной стороны с другой стороны обычно разбивается молотком чтобы получился такой вариант кисточки это бамбуковый вариант ну и япония сторона современная как вы знаете вот вам более современный вариант то ли самое сумисачи с более качественной разметочной частью и более удобной фетровой рисовалкой как это выглядит нам нужно разметить например что-нибудь простенькое такое ну вот здесь щихо камацуги что-нибудь попроще не попалось под руки здесь у нас налито уже условно скажем тушь или чернила мы макаем сюда сумисачи и проводим необходимую нам разметку по линиям если вы помните предыдущий ролик там сказано что данный вариант линеечки сащигане имеет специальную форму которая позволяет туши не растекаться когда мы что-то разметили начинаем размечать где мы оставляем где не оставляем уже макаем другую сторону например здесь мы вырезаем ставим крестики здесь ставим там пометочки вот эту линию мы убираем вот эту линию оставляем причем пометочки эти вот крестики полосочки они не имеют общее японского значения в принципе каждый мастер в каждом регионе они используют какие-то свои знаки иногда мастер для себя что-то пометки делает ему понятно остальные уже с этим бревном собственно говоря не работают очень удобный вариант самое забавное несмотря на то что вот это вот сумисубо 2000 лет истории оно живо до сих пор если посмотрите обзор магазина там можно заметить штук наверное 50 вот таких вот вариантах современных сумисубо где уже не надо придавливать тут придавливает специальный рычажок где размотка и замотка линии происходит самостоятельно с помощью пружинки в общем очень удобная вещь я говорю там десятки видов сумисубо которые до сих пор используют вот это она видите даже грязная я и работал правда это не японского производства а корейская но в принципе вариант тот же самый я когда-то купил в 90-е годы здесь у нас на Сахалине в принципе вещь непривычная для нас но достаточно удобная вот я пробовал работать если бы я занимался этим постоянно я бы конечно к ней приноровился бы получше и она бы доставляла бы только удовольствие в работе а не создавала проблемы следующий прибор из этой серии называется Широ Ито Маки Широ Ито обозначает белая веревка белая нитка маки намотанная накрученная в данном случае она желтая но это наиболее популярный цвет для Широ Ито Маки желтый каким образом она используется там где не нужно оставлять следы на поверхности там где нам нужно просто отбить какую-то линию не проводя ее используя вот это вот Широ Ито Маки втыкаем с одной стороны втыкаем с другой стороны предварительно вот так вот перекинув через материал и получаем линию обычно это при строительстве но я видел как использовали подобный приборчик в смысле не лично видел видел на видео одного японского плотника когда вот такой вот кривой формы было бревно и нужно было посмотреть какие места состругивать какие оставлять линейка трех метров она как бы не столь ходовой инструмент я их вообще никогда в Японии не видел натянули эту ниточку воткнули и по расстоянию между ниткой и поверхностью бревном определили пометили какие места нужно сострогать чтобы бревно было так скажем условно ровно и годное для работы их две формы или по-другому катати это цубо катати ну вот видите они просто как близнецы-братья как будто одной рукой резаны кстати очень редко попадается я один раз в жизни видел тут же разумеется схватил не раздумывая потому что цубо суми цубо попадается достаточно часто такие а вот такие приборчики очень редко и второй вариант я купил в Хозмаге нашими деньгами по-моему рублей 150-200 это называется тако катати ну по форме осьминога я даже нитку не стал на нее покупать потому что пользоваться как бы не планировал а так просто как образец показать работает в паре с такой же иголочкой как и предыдущий вариант еще иногда его называют просто ито-курума в смысле колесо на которое намотана нитка переходим к следующему номеру нашей программы разметочные ножи разметочный нож называется щеробики вообще все ножи любые ножи называется когатана в смысле все что режет маленький ножик но вот эти вот выделяются потому что на ножик они похожи мало называется щеробики для чего он используется для разметки он есть левый правый для левшей для правшей но размечать можно как прямой стороной и если есть в этом необходимость некоторые работают скошенной стороной линия реза получается очень хорошая линия разметки и когда нам нужно пилить или работать стамеской видите даже щелчок слышно мы подводим и стамеска или пила становится четко в линию разметки никуда не убегает очень удобная вещь скос бывает чуть побольше чуть ближе там к 30 градусам и бывает иногда практически совсем прямой буквально 4-5 градусов это уже исключительно на любителя есть там в форме рыбки сделанные знаменитые ножи но это исключительно уже кому что нравится традиционно разметки нож делается без ручки потому что держать его как карандаш намного удобнее чем держать его как разметочный нож европейский с ручкой другой вариант разметочного ножа нитёщи рабики это означает двухлезвенный или двухсторонний ножик используется он для разметки пазов для разметки проушин для шипов и так далее обычно в частности вернее в частности когда мы работаем с кумико очень удобно выставляется нож на ширину кумико ставится по разметке разумеется обе оба кончика должны быть на одной высоте заточка должна быть идеальная ставим и проводим линию по которой мы потом будем резать и самое главное эта линия будет одинаково сколько бы раз мы ее не повторяли если мы будем по одному разу ее проводить есть вероятность что мы где-то лево-право сдвинем на доли миллиметра это у нас отразится будет очень заметно единственное неудобство такого ножа как его точить ну как бы японские товарищи этот вопрос рассмотрели уже давно и заточка выглядит вот так разводим и затачиваем вот этого как раз очень нужно затачивать потому что это свежее поступление я как-то брал была возможность просто под руки попался не мог пройти прихватил но так как у меня есть свой рабочий нож я этот еще не затачивал первые кстати варианты таких размещенных ножей были без болтиков шурупчиков просто две пластины и здесь было кольцо кольцо опускалось и на нужное расстояние стягивалось а для того чтобы выставить необходимое расстояние брался кусочек например кумико и зажималось кольцом сдвижным на необходимое нам расстояние в принципе очень удобный инструмент если им уметь работать разумеется от разметочных ножей плавно переходим к когатана ножам так скажем на все случаи жизни мультиперпос так скажем ножики наиболее известный вариант это кередачи ножи но стандартные кередачи в принципе всех их можно дать кередачи но стандартные кередачи имеют угол заточки вот это не совсем честные кередачи у него должен быть где-то 25 градусов угол заточки где-то примерно вот так вот такой вот который в принципе родной брат или сводный брат или родной брат нашего сапожного ножа у сапожного ножа примерно такой же угол заточки выглядит он точно так же но мне он так скажем неудобен поэтому я пользуюсь взял себе другой вариант ножа который называется йокоте когатана отличие его основное то что угол заточки уже где-то градусов 20 здесь и им удобнее мне работать чем простым вариантом кири дачи следующий вариант ножа имеет в разных местностях разные варианты названий кири куготана кури куготана кори куготана наиболее распространенный это кури куготана вот здесь маленький и здесь побольше вариант он используется для подрезки углов для подрезки сложных соединений угол лезвия наклона где-то 7 15 градусов у него что такое сложное соединение подрезка вот возьмем какой-нибудь щихо камацуги у него есть масса внутренних поверхностей которые должны плотно сопрягаться с ответной частью зачастую стамеска заходит не везде и не всегда а вот этот тоненький норочек он залезет в любую узкую щель в любое узкое место и подрежет необходимое нам количество древесины для того чтобы было более плотное соединение ну вот этот вариант более столярный а вот этот вариант более плотницкий когда-то он был немножко подлиннее но один товарищ редиска нехороший человек уронил его на пол и мне пришлось его немножечко переточить единственное неудобство этих ножей в том что у них очень короткая ручка видите какая маленькая она не просто пропадает там в кулаке поэтому я их просто тупо доклеил подлиннее и мне удобнее и мне обидно все эти ножи используются так как и карандаши точат и подрезают и иногда когда лень бежать за размещающим ножом и размечают не сильно ответственные вещи они должны быть постоянно острыми значит не должны валяться на верстаке не должны валяться в инструментальном ящике поэтому они всегда в в паре с ножнами так как ножны сделаны индивидуально вот если их просто попытаюсь воткнуть он туда не пролазит потому что раскалывается деревяшка вырезается место потом вставляется поэтому на всех ножах со стороны заточки лезвия в смысле заточенной части лезвия сделан скос и очень легко вставляется поэтому вид видно где у меня вот здесь скос я вот туда вставляю без каких-либо проблем следующая группа так скажем все еще ножей у нас представлена на мазоре на мазоре это инструмент немножечко похож на эрегано но у эрегано поверхность ровная плоская эрегано для выравнивания поверхности на мазоре как раз для сглаживания и закругления вот здесь угол побольше искривления я имея обрабатываю куксы например очень удобно внутреннюю часть подрезать но это еще все еще не реческий инструмент это все-таки уж еще к столярно-плотницкому инструменту относится кроме того на мазоре очень удобно использовать для текстурирования материала вот например возьмем это досочка сахалинского бархата и вот таким образом можно выбрать слои можно обработать поверхность причем и в одну сторону и в другую сторону при необходимости получается такая замечательная стружка причем сахалинский бархат это не самый мягкий материал в принципе это родственник вяза по прочности и вот такая замечательная стружка из сосны на какая получается вообще шикарнейшая можно просто делать стружку и продавать ее отдельно следующий вариант ножа чаще он знаком в виде стамески с такой формой называется кенсаки кенсаки означает переводится как кончик в виде острия клинка так скажем вот здесь такой столярный вариант более узкий плотницкий вариант как правило 45 градусов или чуть больше как он применяется у нас есть какой-то торец древесины но вот опять возьмем всеми нами любимый предмет и нужно подрезать вот так вот поперек волокна делается это обычно стамеской берется стамеска и вот такими движениями стамеской подрезается но вот дальше я не могу прямо подрезать невозможно будет заминать нужно резать под углом и касательными движениями поэтому берется вот такой вот инструментик кенсаки и под углом 45 градусов и ниже подрезается ну разумеется предварительно смоченная поверхность подрезается вновь до гладкости очень удобный вариант ну и последний уже практически резческий инструмент называется он чок-то бывает прямой бывает с небольшим скосом но он еще в принципе используется частично как столярный инструмент и плотницкий при подрезке хотя резчики его используют намного чаще по металлу который используется для ножей разметочных и прочих это такой же металл который используется для стамесок и принцип такой же как для стамесок и рубаночных железок два наиболее популярных вида металла который используется для так скажем жесткой режущей кромки это широками или аоками означает белая бумага и голубая бумага это не цвет стали как я раньше думал когда-то в раннем детстве это название цвета бумаги в которой заворачивалась эта сталь потому что по внешнему виду она практически не отличается одна от другой для я не специалист по металлам поэтому так скажем в общих чертах скажу широками это высокоуглеродистая сталь а аоками белая бумага это легированная сталь легированная хромом и ванадием процентовки вам не скажу просто никогда не интересовался я потребитель я не металлург ну и последним номером нашей программы у нас будет кабики кабики это рейсмус который делится на несколько групп первая группа это разметочные рейсмусы называются они либо хозо кабики хозо это шип разумеется понятно для разметки шуб шипов или суджей кабики это вот кабики вот с деревянной речкой такой устройство не очень простое такой же как в принципе у европейского разметочного рейсмуса планка опорная планка и какой-либо зажимающий устройств вот это самый дешевый тот который вы можете увидеть практически везде во всех магазинах по мне это очень неудобный рейсмус но это был первый который я приобрел сам делать не стал лень было видимо в отличие от европейского разметочного рейсмуса здесь чертящие так скажем устройство представляет собой нож настоящий не гвоздик какой-нибудь не колесико а самый что есть настоящий нож вот эта штамповка конечно но в нормальном варианте здесь будет настоящая сталь двухслойная склейменная как он работает берем в руку он очень удобно ложится в руку специально сделано выемочки и проводим черту древесина слоистая если мы поставим нож абсолютно параллельно опорной планки то он будет убегать по слою куда-нибудь вот детали поэтому для того чтобы это не произошло этот ножик стоит под углом где-то примерно 2 градуса от по направлению от опорной планки и он получается уходя в сторону сам себя прижимает а планка не дает ему убежать далеко очень удобно размечается вот это не классический вариант закрепление планочки классический вариант выглядит вот так вот запорный клин вот этот называется нога зао кубики для разметки оба этих кубики входят в группу так называемых судьи кубики с деревянными планочками в каких случаях использовать такой широченный рейсмус например нам нужно разметить донышко для нашего ящика например кстати донышко от ящика сделано из дерева кири это у меня какой-то был разбитый шкафчик вот так вот ставим и придерживая я разумеет чертить на нее не буду придерживая здесь и придерживая режущий элемент проводим линию причем обратите внимание в нормальном кубики лезвие выступает совсем чуть-чуть видите совсем немножечко здесь лезвие выступает достаточно далеко потому что при маленьком выступе лезвия очень так скажем велик риск непрокраса когда у нас где-нибудь недостаточно придавим и линия уйдет она должна быть четко видимая по всей длине следующая группа рейсмусов из судьи кубики нихон зао судьи кубики видите как я вам говорил на лезвие присутствует клеймо несмотря на то что это лезвие такое маленькое у разметки рейсмусов как правило все лезвия острые заточка где-то примерно 15 градусов у всех угол у стандартных рейсмусов где-то 40 градусов для рейсмусов для твердого материала где-то 35 30 35 градусов причем нож рейсмуса для твердого материала имеет особую форму заточки у него срезан угол для того чтобы кончик не заминался и рез получался лучше здесь представлен классический вариант ну в принципе то же самое у нас и в европейском варианте присутствует только с гвоздиками но в европейском обычно мы ставим их обе на одну сторону а здесь на разные стороны чтобы не путаться когда нам нужно два размера у нормального мастера конечно есть десяток рейсмусов на каждый размер если он несколько размеров выставляет на изделие и он ими пользуется здесь просто разные варианты крепления этой самой движущей части вот такой вот мне очень нравится очень очень удобная вещь скругленные края удобно держать и проводить разметку следующий вариант разметочных рейсмусов камок и бики у меня тут их два варианта с двойной планочкой металлической с двумя металлическими этими разметочными устройствами это дорогой вариант удобный у него сделана специальная подрезка под руку потому что держим в руке а пальцы у нас находится здесь не касаясь видите не касаясь разметки смысле изделия которые мы будем работать плюс здесь под палец удобное расстояние как правило вот таком положении под прямо никогда не держит под небольшим углом чем меньше угол тем удобнее получается разметка проводится разметка как вдоль так и поперек иногда мастера делают себе индивидуальные вот это вот инструменты такие замечательные красивые принадлежали я случайно их нашел на в саппоро у наследника как это по нашему будет бондаря делал товарищ различные кадушки японские у него вот таких вот красивых зверюшек штук 15 наверное кованые детальки видимо хорошая сталь потому что я ими пользуюсь периодически они каждый выставляется под свой размер необходимый несколько раз во-первых не запутаешься рыбка такой размер уточка мандаринка это другой размер и путаница не наступает ну и плюс к тому что изделие просто шикарно ложится в руку сделано просто обалденно аж приятно его держать всегда и вообще я очень люблю когда имеется так скажем инструмент с памятью особенно если работал им хороший мастер хороший человек то и вообще шикарно работать когда конечно инструмент после кривых рук там нужно наверно проводить какой-то обряд очищения не знаю но долго его приводить в порядок приходится и привыкать к нему вот этот мой стандартный рейсмус любимый я не всегда использую два лезвия часто одно но он удобен для меня последний из разметочных рейсмусов она кабики или гора кабики как его называют делается как правило если те иногда покупается вообще часто покупается это делается мастером самостоятельно у него в данного четыре стороны вбиты гвоздики и как в европейском рейсмусе эти гвоздики подрезаны напильником чтобы получилась режущая кромка в смысле разметочная кромка это на стандартный размер изделий с которыми работает мастер берем и проводим на необходимом нам расстоянии и видим эту разметочку которая получилась обычно не все четыре стороны рабочие и специальное такое место под фиксатор который заклинивает это изделие я видел правда на картинке такой рейсмус четырьмя брусочками торчащими в разные стороны ну не знаю насколько он полезен просто чем больше рабочих деталей тем проще запутаться проще сделать несколько простых рейсмусов для удобства на этом разметочные рейсмусы у нас закончились но не закончились рейсмусы вообще и последний вариант кабики варик кабики варик кабики это уже не разметочный рейсмус а отрезной он также имеет лезвие двух вариантов с загнутым под срезным углом и с прямым основное в отличие это толщина смотрите какая толщина колодки вот стандартный разметочный вот рейсмус отрезной плюс колодка имеет выгиб здесь для удобства для чего это нужно когда мы отрезаем материал чтобы поверхность соприкасалась и боковая и верхняя для прочности вот он такой изогнутый находится таком положении и мы проводим и отрезаем вот здесь меня вариант закрепленный болтиком едва просто попались мне изначально вот такой попался я долго его искал мне он нужен был для работы я его нашел купил а потом мне попался вот такой красивенький из красного дерева инструментик благо что недорого удобно держится лежит в руке и так как работает варик кабики японцы работают с мягким материалом типа по улоне вот как этот донышко от ящика комода по улоне по японской кири вот следы его деревянных гвоздей здесь еще остались которыми это донышко было прибито и кипарис и по улоне достаточно легко режется вот попробую вам продемонстрировать выставляем варик и бики на определенную толщину который мы закладываем вот пускай будем с этой стороны резать плотно прижимаем первым движением сильно не надавливаем потому что нужно провести линию во второй раз уже давим посильнее переворачиваем изделие также первым движением без давления а второе движение уже идет на отрезание материала принципе тракте бедок и мы получаем отрезанную планочку но материал сильно пересушен и лезвие здесь стоит под более твердый материал поэтому ну и резчик по кире изменение очень мы получаем здесь практически ровную сторону который чуть стругануть и она нормальная а здесь разумеется приходится достругивать иногда иногда эти лезвия для варик и бики бывает двухсторонней заточки двухсторонней заточки разумеется легче врезается материал потому что угол можно добиться более маленький площадь получается соприкосновение будет тоньше но больше строгать больше подгонять ну вот эта кучка инструмента которые вам рассказывал по-моему ничего не забыл а забыл я вот это вот ножик его нельзя назвать столярным ножиком или там плотницким инструментом называется он хигонуками сделан он в середине 19 века как замена самурайским танту который носить запрещено традиционно делался бронзовой ручкой и лезвие трехслойной либо обыкновенная просто железяка вообще всего три детали ножик оказался очень живуч несмотря на то что не настолько удобен ну фиксируется он хорошо потому что ты пальцем держишь здесь можно поточить карандаш что-нибудь отрезать он тебе не сложится но его нельзя не смазывать не мочить иначе он будет складываться сам по себе по пальцам это был стандартный школьный нож длительное время перочинный но это наверное в середине 20 века посчитали что он опасен для окружающих и теперь в японии запрещено его носить школы хотя таким ножичком запросто можно покоцать не только колбасу но и что-нибудь еще ну вот гости дорогие мы коротенько как всегда прошлись по остаткам измерительного инструмента японского надеюсь было вам полезно что там говорят несознательные блогеры в конце не забывайте подписываться ставить лайки я вам разумеется этого не говорю а говорим как обычно бывайте здоровы живите богато как можно здоровее как минимум счастливо